Всего из 23 членов Совета, утвержденного приказом председателя ВАГ Российской Федерации, присутствует 16 членов. Количественный кворум обеспечен. По специальности сердечно-сосудистой хирургии присутствует 6 членов Совета. Качественный кворум обеспечен. И мы правомочные начать нашу работу. Объявляю заседание открытым. Защита диссертации в СК неученой степени кандидата медицинских наук Бродского Алексея Георгиевича. Тема методикса корпоральной мембранной оксигенации в клинике хирургического лечения в рожденных пороках сердца у новорожденных детей раннего возраста. Слово предоставляется Динаре Шавкатовне. Пожалуйста. Бродский Алексей Георгиевич окончил педиатрический факультет Российского государства медицинского университета по специальности педиатрия. Далее обучался в клинической ординатории нашего центра по специальности рейсосудистой хирургии. С 2008 по 2010 год работа младшим лужным сотрудником в отделении хирургического лечения заболевания сердца с прогрессившей лёгочной гипертензией. В 2010 году перейдён на ставку врача с рейсосудистой хирург указанного отделения. Диссертация выпала под руководством доктора медицинского профессора Константин Валентин Шаталова. Прошла пробацу на объединённой научной конференции отделений, занятых лечением новорожденных детей детей первого года жизни. 24 ноября 2012 года под председателем доктора медицинских наук профессора Кима. Официальным рецидентом выступали профессор Кокшенёв и доктор медицинских наук Берешвили. По диссертации опубликованы 6 научных работ, в том числе 3 статьи, ведущие рецидируемые научно-издания, определенных перечнем ВАГ к журналам. Сданы экзамены все на отлично. Алексей Георгиевич является коллективом специалистов и исследователем. Представлены документы и материалы в соответствии с положением ВАГ. Пожалуйста, Алексей Георгиевич, Вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений диссертации. Глубоко уважаемый Илья Антонович, глубоко уважаемые члены дистанционного совета, глубоко уважаемые коллеги. Первое упоминание об искусственном экстрапаральном кровообращении прозвучало в 1812 году, когда ГУА предположило, что часть тела, отделенная от организма, может восстановиться путем обливания оксидинированной крови. Первое же упоминание об ЭКМО в тенах нашего института, как мне кажется, прозвучало в 1980 году на 4-м советско-американском симпозиуме по врожденным порокам сердца. На прозвучавшем докладе доктор Бансон предположил, что в будущем возможны ЭКМО станет такой же рутинной процедурой, как искусственная вентиляция легких или же внутриортальная баллонная контрпульсация. Что мы имеем в настоящий момент? По данным Организации экстракорпорального жизнеобеспечения у детей к настоящему моменту выполнено около 5000 процедур с общей эффективностью от 26 до 61%. Целью настоящего исследования было выявить и обосновать пути повышения эффективности процедуры экстракорпоральной мембранной оксидинации у новорожденных детей раннего возраста, критической сердечно-левочной недостаточности в картохирургической клинике. Были поставлены следующие задачи. Оценить результаты применения экстракорпоральной мембранной оксидинации у больных после хирургического лечения врожденных пороков сердца. Определить возможность ограничения ЭКМО в детской кардиохирургии. Выявить предикторы, влияющие на эффективность процедуры и исход лечения заболевания. Для решения поставленных целей был проведен анализ наблюдений пациентов. С 2005 по 2010 год в институте имени Бакульба было выполнено около 9000 операций с искусственным кровообращением у новорожденных детей раннего возраста. Из этих 9000 пациентам потребовалось проведение ЭКМО в раннем послеоперационном периоде. Большинство в данном исследовании составило дети до года. Среди пороков доминировали пороки с аномалией отхождения министральных сосудов и пороки с увеличенным кровотоком в малом круге. В большинстве случаев была выполнена радикальная коррекция врожденных пороков. Показаниями к проведению экстраперпоральной убранной оксигенации служила невозможность отключения от аппарата искусственного кровообращения в большинстве случаев, а также синдром низкого сердечного выброса, острый респираторный дистресс, синдром, сердечно-лёбочная реанимация и резидуальная лёбочная гипертензия. Данное исследование ретроспективное. Конечными точками являлись отключения от аппарата ЭКМО и исход лечения. В анализ были включены основные антропометрические данные, основные клинико-лабораторные данные. Регистрировались наиболее типичные для ЭКМО осложнения. В большинстве случаев была трансторакальная кунюляция, трансцервикальная кунюляция была выполнена лишь в двух случаях. Для полной поддержки сердца производительность насоса устанавливалась со скоростью 2,6-3 литра в минуту. К клиническим признакам рекламности перфуза являлось отсутствие пазоспазма и адекватный темп гибридеза. Также мы ориентировались на следующие лабораторные показатели. Это увеличение парциального давления кислорода в артериальной крови более 90, и увеличение парциального давления кислорода в смешанной венозной крови более 35 мм, а также отсутствие лактодоцидозы. Целевое значение давления составляло 50-55 мм в кутную столбах, что достигалось введением как вазопрессоров, так и вазодилататоров. Ежедневно производился осмотр к внутритму, наличие каких-то посторонних шумов, наличие высоких перепалок давления, отслеживались основные витальные функции, проводилось профилактика лечения почечной недостаточности. Перед отключением ЭКМО проводился осмотр пациента. Отключение мы начинали не ранее, чем через 24 часа после начала процедуры. Также ориентировались на параметры центральной гемодинамики, экопиографические данные. В результате примерно половина пациентов была успешно отключена от ЭКМО, и половина из них была выписана из стационара. В ходе проведения процедуры мы столкнулись со следующими осложнениями. Приварьировали осложнения, связанные с системой эгемостаза и с почной недостаточностью. В ходе осмотрения этих пациентов нами были выделены следующие причины, ограничивающие эффективность ЭКМО. Это необратимое повреждение миокарда, превышение показаний к операции, дефект коррекции, синдром полиорганной недостаточности. На первом этапе анализа был проведен прогноз наступления первой конечной точки и отключения от ЭКМО. Для этого вначале были сравнены адрогометрические показатели, основные временные показатели, связанные непосредственно с операцией и с продолжительностью процедуры. Далее были сравнены показатели волюмической нагрузки за первые сутки проведения процедуры, основные лабораторные показатели, параметры центральной гемодинамики и был проанализирован индекс анотропной поддержки. Однако для достижения поставленных целей нам одного сравнения среднего значения было недостаточно. При помощи ирок-анализа не более значимые переменные были классифицированы на два класса, исходя из значений точек разделения. Отдельно для негативных переменных, а отдельно для позитивных переменных. Классифицированные переменные были включены в уровне лингвистической регрессии, в котором была подсчитана вероятность, то есть отношение шансов наступления одного из событий. Так, к примеру, у пациентов с лактатом более 3,85 ммл в 4 раза меньше шансов дожить до успешного отключения процедуры, что наиболее наглядно на графике дожития. Также были проанализированы позитивные факторы, среди которых хотел отметить, что у пациентов с систолическим давлением более 64 и диурезом более 3 мл на кг в час почти что в 3 раза больше шансов дожить до успешного отключения. Далее была проанализирована вторая конечная точка, был произведён её анализ. Также были оценены антропометрические показатели, интероперационные показатели, была произведена оценка в лимической нагрузке у пациентов, показатели, такие как ретинин, мочевина, свободный гемоглобин, лактат, показатели центральной гемодинамики. Далее, таким же образом, переменные были классифицированы на 2 класса и вовлечены в логистическое уравнение. Здесь также хочется отметить, что у пациентов с лактатом более 3,85 меньше шансов дожить до успешной выпуски, что также видно на графике дожития. И у пациентов с систолическим давлением более 69 и диурезом более 4, вполне хорошие шансы дожить до выписки. Подробно останавливаться на выводах и практических рекомендациях с удовольствием председателя я не буду. Хорошо. Коллеги, какие есть вопросы? Когда был сделан первый ЭКМО в институте? Первый ЭКМО в институте был сделан в 1998 году. Я могу объяснить, почему первые пациенты не вошли в исследование. Это связано с... Как мне кажется, что именно в 2005 году в институте появилась электронная история болезни, которая в значительной степени упрощает и улучшает качество проведения научной работы. А также еще в первые годы процедуры вы носили, пожалуй, единичный характер, что, наверное, не совсем правильно оценивать в этой работе. Ну, в принципе, да. В принципе, мы ведь как... Когда мы что-то считаем, мы самое большое и самое маленькое число выбрасываем. Наверное, аналогичный подход и здесь нужен, потому что период освоения, методики. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, Ренат Муратович. Вот так очень, как-то цифрограф Музкин, наверное, получал. Я очень так и упаковываю, что очень огромный, конечно, огромный материал. Ну, вот скажите, пожалуйста, возникает вопрос логичный. Да? Где возникает необходимость в такой аппаральной поддержке увеличения необходимости адаптации под сердечно-сосудистой системы к новым условиям для коррекции пороков? Где истинное миокрадиальное недостаточное, а где неадекватных пороков для коррекции пороков? Все-таки, вот что при вашем анализе? Какой вы, когда склад вообще был? Спасибо за вопрос. Ну, на одном из слайдов я привел факторы, которые ограничивали в нашем опыте эффективность процедуры. В ряде случаев было отмечено необратимое повреждение миокарда, что было диагностировано уже постфактум по данным аутопсии. Интероприационно, безусловно, возникает вопрос, что нужно сердцу, либо адаптация, либо нужно время для восстановления. Окончательно на этот вопрос трудно ответить, но, мне кажется, главным является это исключение дефектов хирургической коррекции. Всегда есть достаточно время между принятием решения, что можно подключить, непосредственным подключением для проведения необходимых диагностических исследований с целью определения достаточности выполненного вмешательства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая причина в нашем материале ограничивали эффективность процедуры. То есть, необратимое повреждение миокарда было в нами регистрировано в 19% случаев, в 7% было превышение показаний к операции, в 13% эффект коррекции и в 12% синдрома полиоргана недостаточности. Да, безусловно. Если вычесть все причины, которые ограничивают эффективность, то эффективность и госпитальная выживаемость у этих пациентов будут, безусловно, гораздо выше. То есть, наверное, получится, что порядка 80% можно успешно отключить и процентов 60, я думаю, можно выписать. Это будет сопоставимо с наилучшими мировыми источниками. Нет, я не говорю про наш опыт, я в принципе говорю. В принципе, вот есть, понимаете, есть какие-то такие состояния в клинической практике, которые относятся к функциональному состоянию, то есть организм способен вернуть функцию того или другого органа. А есть состояние, где организм не может вернуть функцию, потому что вот как здесь, например, превышение показаний к операции, понятно, что замкнутый круг возникает, мы начинаем применять икмотом, все что угодно, подстегивать миокарду, а он не может. Поэтому вот, то есть можно считать, что если преобладает функциональный элемент повреждения, то тогда вероятность выше. А если она имеет органику, то тогда... Леонид Анатольевич, безусловно, Вы правы, если миокард находится в стагнировом состоянии, то ему нужно дать какое-то время, но это как правило и по нашему опыту, и по опыту наших зарубежных коллег, что в течение 24-48, некоторые авторы говорят о 82-х часах, миокард способен восстановиться и в дальнейшем обеспечивать свою прямую функцию. Понятно. Пожалуйста, Татьяна Борисович, сейчас там просто. Алексей Георгиевич, среди осложнений, связанных с экстраконфоральными ментами оттегенаций, было познание на трамбу с экстраконфоральным контуром. По нашим данным, составляет 5%. Скажите, пожалуйста, какова частота трамбового осложнения по данным Международной организации экстраконфорального подтверждения жизни? Какие причины этого осложнения, когда оно возникает, и что, на ваш взгляд, можно сделать для того, чтобы смазить с такой эффекта осложнения? Можно ли? Татьяна Борисович, большое спасибо за вопрос. По данным ELSA, частота трамбового образования варьирует от 5 до 22%. Что зарубежные коллеги связывают, как мне видится, с более длительными процедурами. В настоящее время есть сообщения об оценке эффективности процедур, которые превышают 4 недели. Методы борьбы с этим усложнением, как мне видится, это адекватная антикоагулянтная терапия. В настоящее время идет обсуждение о применении уже каких-то альтернативных антикоагулянтов, не только гепарина, но и применения антиагрегантов. Тромбообразование, при флактинге тромбообразования можно проводить, например, в следующем образом. Если пациент находится на полной поддержке, то активированное время свертывания можно держать на нижней границе нормы, то есть около 180 секунд. Если пациент уже готовится к активизации и объемная скорость перфузии снижается до 50%, до 25%, у этих пациентов необходимо поддерживать более высокое значение ИСИТ, что связано с более медленным потоком крови и как риск повышения тромбообразования. Наш опыт говорит, что тромбообразование было в 5% случаев. Как мне видится, это связано с тем, что мы в большей степени имеем дело с сердечной недостаточностью. И поэтому у наших пациентов процедура за редким исключением продолжается несколько недель. Я думаю, это с этим связано, потому что в первые сутки бывает больше риска тротечения, в последующие дни больше риск тромбообразования. К тому времени, когда риск тромбообразования увеличивается, мы видим восстановление средней деятельности и стараемся пациентов отучить за одно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Елена. У меня несколько вопросов. Первый, простой вопрос. По вашему роганализу, самый яркий показатель с коэффициентом 20, это был индекс инотурной поддержки. Да. Можете ли вы рассказать, как это считается? Мы редко пользуемся этим. Я не понял, вопрос и роган... Как рассчитывается? Индекс инотурной поддержки. Это можно дальше? Дальше очень много обзоров и использования метода взрослого больных сердечной недостаточностью. Как вы видите, это в клинике не рождённых поролев, а приобъютённых поролеваний. Как будет быть эта картина? Это, наверное, некая сопутствующая тема к вашей беседе. И последний вопрос. У нас были такие наблюдения старших детей в возрасте 15 лет. Как вы видите, вот здесь очень удачно было представлено данные рок-анализы, которые показали предельные значения. Как вы видите показания, когда у вас ставился вопрос клинической практики об использовании метода, в частности, и у взрослого больных, всё же. Елена Зеликова, спасибо большое за вопрос. По поводу первой части. Индекс инотурной поддержки рассчитывался прямым сложением доз допамина, добутрекция, адреналина умноженного на стоп. Применение методики в клинике взрослых пациентов большинство публикаций посвящены тому, что икро используется в качестве маста к мосту или маста к трансплантации сердца. И по поводу указаний, я думаю, что на в качестве исследований были выявлены какие-то предикторы, на которые можно ориентироваться не только в детской практике, но и в взрослой, но с определенной оговоркой, потому что эти данные, они касаются только той группы больных, которая подверглась исследованию. Как мне кажется, в будущих наших научных изысканиях эти значения могут измениться в большую или меньшую сторону. То есть я в своей работе указываю, что фактором неблагоприятного исхода является лактат-2,35. Но это сравнительно небольшая цифра, и, как мне кажется, в дальнейшем это пороговое значение будет стремиться в сторону увеличения. И наоборот, какие-то показатели центральной гемодинамики и уровень диуреза будут более управляемыми, и будет иметься тенденция к снижению этих показателей, и уже потом они будут иначе выступать, будет уже другое количество их значения. Спасибо. Вдоль тренинг, пожалуйста, Елена Юрьевна. Это замечательная работа. Не кажется ли вам, что может быть показания немножко шире, чем просто переход к операции? Потому что есть опыт, ну, это было отличный, есть опыт замечательный с Ромашмаковым, когда ЭКМО использовали без операции, просто переждать, когда я кемешок у больного с миокардитом для лечения, пока лечили ациклонировали. Здесь сейчас сообщение при импакте нахожу, то есть на период гибернации. Может быть, как вы думаете, может быть, стоит расшириться, для лечения. Как вы думаете, не только для лечения, но и для лечения. Большое спасибо за вопрос. Я очень рад, что вы мне его задали. Безусловно, в мировой литературе предоперационному проведению ЭКМО посвящено колоссальное количество работ. Это и в клинике взрослых болезней, как предоперационная стабилизация пациентов с острым инфарктом и миокарда для последующего, допустим, интервенционного вмешательства. Но также еще много работ посвящено и применению ЭКМО в детской кардиохирургии. Ряду пациентов требуется предоперационная стабилизация. Среди нозологий можно выделить транспозицию мистеральных сосудов. Первая работа о предоперационном применении ЭКМО была сделана бывшим сотрудником нашего института, это Алексей Мюшишвили, который применял эту методику у пациента с тотально-мономальным тренажом. Зима. Понятно. Тема бесконечная, поскольку новая, большая. Еще есть вопросы? Да. Я не конкретно вопрос, но с учетом того, что это все-таки работа на Воронеже, это, значит, это, конечно, высокотехнологичные процессы, тут очень много зависит, в том числе и кровоотечения зависит от того, какой объем заполнения существует. Что-то изменилось за эти годы и повыряло на результаты. Алексей Иванович, спасибо большое за вопрос. Скорее всего, повлияло, но просто только в самые последние годы в институте стали применяться принципиально другие оксигенаторы для проведения ИКМО, они характеризуются меньшим объемом заполнения. Если раньше использовались оксигенаторы на основе силиконового волокна, которые еще были предложены в 60-х годах Тодором Колбом, то в настоящее время применяются оксигенаторы меньшего объема, в основе которых волокно из полиметилпентена и они характеризуются достаточно хорошим газообменом и малым объемом заполнения и низким перепадом давления. Да, я думаю, что в будущих работах мы это обязательно отразим, сравнение объема кровопотери на прошлом этапе и на настоящем этапе. Я думаю, так. Спасибо. Еще есть вопросы? Хорошо. Тогда вы можете пока присесть. Что представляется Константин Валентинович Шаталов научным руководителем? Угожаемые члены ученого совета, председатели представляли Алексея Георгиевича, воспитанника нашего центра. Можно характеризовать его двумя основными характеристиками, которые в последующем определяют все остальное. Это крайняя степень порядочности и числости. Как вы видели сейчас по диссертации, та степень въедливости, та степень разумного перфекционизма, касающейся каждого вывода, действительно была им выстрадана, и он пытался максимально честно подойти к анализу материала. Что касается его работоспособности, она также не вызывает никакого сомнения. Человек хочет работать, человек умеет работать, человек прекрасно ориентируется в материале. На мой взгляд, Россия в этой области, в области экскорпоральной вибрано-оксигенации, значительно отстала от наших коллег на Западе, но в последние годы мы достаточно мощными прыжками пытаемся догнать и внедрить этот метод в практику отечественной сердечно-сосудистой хирургии, отечественной имтологии. И в некоторых случаях нам это удается, и вот в этой области, в этой специальности экскорпоральной вибрано-оксигенации может быть в стране есть человек 5-6, которые действительно ориентируются в этой проблеме. Некоторые из них работают в нашем центре, некоторые институт трансплантологии, в Новосибирском кардиоцентре, да и, пожалуй, наверное, еще в одном двух центрах. Вот Иосиф Георгиевич это тот человек, который действительно ориентируется во всех аспектах этой очень сложной специальности, очень сложной проблемы. Прекрасно знающий английский язык, прекрасно знающий литературу и умело использующий ее. Человек, который хочет работать и который в последующем быть может составит костяк той новой направлении, который действительно развивается так, как этот метод развился в настоящем время в мире. Ну, на этом, наверное, все, что я могу сказать. Он достойен списком и степени, он выстрадал эту работу, она несколько раз переписывалась, несколько раз были определенные дополнения, но в своем конечном виде она имеет целостный вид. Я прошу ученых ученого совета поддержать кандидатуру на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо. Мы обязательно учтем, кстати. Слово Динария Шапката, мне пожалуйста. В диссертационном совете имеется заключение нашего центра, как организация, с которой выполнена работа. Заключение по апробации. Присутствовала на конференции по апробации 35 человек. Проведена она 24 октября 2012 года под председателем Алексея Ивановича Кима. В заключении подчеркивается актуальность очень подробно. Связь темы диссертации с планом научно-слевских работ наушевого центра средств сосудистой хирургии. Она является фрагментом комплексной темы использования систем вспомогательного кровообращения в раннем и послеоперационном периоде при лечении критической середины недостаточно детей после коррекции ВПС. Основные результаты получены автором это выявлены предикторы благоприятного исхода процедуры ЭКМО, выявлены предикторы госпитальной летальности, благоприятного исхода лечения, конкретное личное участие, это автор принимал непосредственное участие в лечении исследований больных, подключение к контуру ЭКМО, совместно с врачами-аниматологами ввел пациента, выполнял экстренное вмешательство, больным, находящимся на ЭКМО, производил отключение от ЭКМО, совместно собрал правил статистической обработки, собрался результаты, дал важные практические рекомендации выводы. Представлен акт проверки первичной документации о том, что данные приведены в диссертации все находятся и соответствуют историю болезни нашего центра и другим документам, находящимся в архиве. Акт подписан профессором Кимом, также Лобачев, Зеленики, Горбачевский, Туманян и целого ряда специалистов отделения обеспечивающих лечения детей раннего возраста. Степень научной подчеркивается также степень научно-новесные исследования, также обоснованности научных положений, 58 клинических наблюдений, позволили четко аргументировать срока обоснования всех научных положений. Практическая значимость полученных результатов выражается в том, что оценены результаты применения КМО у детей с родственными пороками сердца, определена потребность необходимых количествах процедур, даны рекомендации для Центра Сережио-Сосудистой хирургии о минимально достаточном количестве процедур КМО в год, определены показания и противопоказания к проведению процедуры в кардиохирургическом стационаре в детей с ВПС, указаны критерии адекватности производимой перфузии. Также представлены сведения о полноте публикации. Они вполне соответствуют требованиям ВАГ. Три статьи ведущих требуемых ВАГ заключаются, что представляют собой научно-коволюционную работу, в которой данного решения актуальной научной задачи выявления обоснования путей повышения эффективности процедуры эксокарбональной вибральной оксигенации новорожденных детей раннего возраста. Сережио-Сосудистой достаточной достаточной защитить диссертацию на совете нашего центра. Кроме того, представлен отзыв из Московского областного научно-клинического института имени Владимирского как ведущей организации о научно-практической значимости. Отзыв был обсудлен на совместном научном конференции сотрудника отделения картихирургии Моники и подписан доктором медицином профессором заведующим отделения картихирургии Моники 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 Васильев Ваненко. Отзыв в целом положительный, замечаний не содержит, подчеркивается новизна исследования полученных результатов выводов и рекомендаций. Также научно-практическая значимость работы даны рекомендации по дальнейшему используем результатов выводов в дистанционной работе на практике. Материалы могут использоваться в практической работе кардиохирургами а также включены лекционные курсы циклов усовершенствования врачей и заключают что дизертация является научной лекционной работой содержит новое решение актуально научно-практической задачи выявление обоснования пути повышения эффективности процедуры экстракарпональной мембральной оксигенации оборудования раннего возраста сердечно-легочный недостаток кардиохирургической клиники имеет существенное значение для сердечно-сосудистой хирургии полностью соответствовать положению вак кроме того поступил отзыв на автореферат от доктора медицинского заведующего отделением хирургии врожден вороков сердца у детей федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Хабаровска это Шамрин положительный без замечаний рекомендую положительное решение по защите еще отзыв от Мавсисяна Рубена Руберфовича доктор медицинского профессора заведующего отделением кардиохирургии городской клинической детской клинической больницы номер 1 города Санкт-Петербурга профессора кандидатрии детской кардиологии имени Мещникова главного детского кардиохирургом комитета в отношении Санкт-Петербурга также положительное также без замечаний вопросов нет к ученому секретарю тогда слово предоставляется официальному оппоненту член-корреспондент Урама Лидий Валерьевич Шумов пожалуйста глубоко уважаемый Леонтон член ученого совета коллеги тема действительно всеобъемлющая и многогранная и я думаю что об актуальности учитывая большую распространенность заболеваний сердечной системы сердечно-сосудистой системы связанной как с острым так и с прогрессирующей сердечной недостаточностью применение различных систем механической поддержки кровообращения одной из которых является экстракорпоральная мембранная оксигенация иногда и незаменимой в некоторых ситуациях это безусловно актуально тем более что здесь в данной работе рассмотрим вопрос именно о применении и повышении эффективности применения данной методики у детей новорожденных и детей раннего возраста я забегаю вперед к анализу работы скажу об актуальности для нашей страны этой темы из по-моему 167 работ библиографии 8 работ отечественных и большинство из них это работа Демихова Грюханенко то есть действительно таких работ аналогичных нашей стране даже на которые сослаться можно нет поэтому это безусловно определяет научную новизну и интерес который должна вызывать эта работа сразу оговорюсь потому что были вопросы почему неэффективно не так по сравнению с первыми данными низкая эффективность получена в данном исследовании да потому что основная проблема которая здесь лежит это отсутствие в нашей стране закона о детском донорстве потому что те пациенты которые были с необратимыми повреждениями в частности повреждениями миокарда неадекватными коррекциями высоких легочных гипертензий эти пациенты и данная методика у этих пациентов должна была и применяется к счастью в зарубежных клиниках у нас к сожалению не применяется как мозг трансплантации сердца или сердечно-легочного комплекса вот это где мы безнадежно отстаем не по своей вине собственной а по вине всяких законодательных коллизий но я надеюсь что все-таки в конечном итоге этот момент исправится что касается взрослых тоже тут вопрос был об эффективности применения взрослых вот не это прошлой ночью выполнен брич трансплантации через брич при помощи ЭКМО в течение восьми суток пациента 45 лет успешно и мы обычно оставляем систему корпоральной мембраны оксигенации для страховки на таких пациентов у нас уже много учитывая тоже различные экономические показатели потому что в большинстве стран более серьезные методики используются в этих целях у нас к сожалению нет такого ассортимента применения методик паракорпоральных и интеркорпоральных насосов поэтому мы используем систему ЭКМО а в зарубежных центрах они используются в основном как мозг принятия решения то есть если у пациента когда возникает какая-то катастрофа или посткардиотомная сердечная недостаточность или критическое прогрессирование хронической сердечной недостаточностью ставится быстро потому что эта система ставится быстро и ее преимущество то что она заменяет помимо насосной функции еще и оксигнирующую функцию легкие которая часто тоже при шоках всем известно что она страдает и эта система ставится для принятия решения то есть подключается быстро эта система или при реанимационных в ходе реанимационных Вы знаете, даже сейчас в Европе есть существующие такие летучие бригады, когда у человека развилась необратимая остановка сердца, они начинают реанимационные мероприятия, вызывают специализированную бригаду, которая приезжает с портативной системы, в качестве, как пример, кардио-хел, и пока идут реанимационные мероприятия, они подключают этого пациента к системе, отправляют в госпиталь, и там уже принимают решение. Если пациент не перспективен для дальнейшей трансплантации или восстановления, естественно, там уже ход событий ясен. Или принимается решение о постановке более, ну можно так сказать, серьезного метода вспомогательного крово-врачей для того, чтобы пациент или восстановил свою сердечную деятельность, или, так сказать, был поставлен в лист ожидания на трансплантацию сердца, потому что и с этим у нас проблема тоже большая, и как во всем мире дефицит донорских органов, но это единственный шанс у таких пациентов, как по классификации интермаз, крашеный горный, эти пациенты погибают. Потому что даже вот уже забегая вперед на результаты этого исследования, если бы у этих пациентов, которые были включены, 57 пациентов в это исследование, если бы у них не была примена эта система, ни один пациент не выписывался бы из клиники. А так, все-таки, процент выписки больных довольно хороший. Ну, вот, наверное, об актуальности и так я много рассказал. Безусловно, это актуальная тема, которая заслуживает нашего всеобщего внимания, и каждый хирург, оперирующий на сердце, к сожалению, время от времени сталкивается с этой проблемой, когда он может отключить, в частности, пациента от аппарата искусственного кровообращения. Я не вынужден принимать иногда это очень такое для себя тяжелое решение, которое тоже, к сожалению, в ряде случаев, это тоже вторая сторона медали. Это решение принимается довольно поздно, и тогда уже эффективность этих всех методик, она гораздо сильно снижается. Перейду, так как я выступаю в роли первого рецидента, перейду к характеристике работы. Работа написана в классическом стиле, но она в оригинальном классическом стиле, впрочем, так же, как и доклад. Такой немножко. Но мне этот стиль понравился, я вам скажу, потому что в основном, я сейчас для протокола назову все, естественно, введение, обзор литературы, материал, методы, главы собственных исследований, обсуждения, заключения, выводы, практические рекомендации и так далее. Все официальные части, но основная часть в этой работе посвящена именно обсуждению вопросов. То есть, та статистическая обработка, которая была сегодня показана на слайдах, большое очень количество показателей исследовано, очень досконально, совершенно современные методы статистики и краткие, четкие выводы из этой анализа. Большая работа, но она занимает по объему, и учитывая свою, так сказать, очень хорошую методологию, она занимает небольшое место, а в основном рассматриваются вопросы именно применения и оптимизации, применения системы корпоральной мембранной оксигенации у детей после операции на сердце. В первой главе введения, в обзоре литературы, очень досконально история рассказана, в общем, я некоторые вещи даже там такие подчеркнул для себя немножко новые, потому что все объять невозможно, тоже интересно очень. Как я уже сказал, что правильно все-таки и сейчас уже в мире признаются, но приоритет Демихова, так сказать, признан, но и приоритет Брюханилка все-таки тоже сейчас уже так время от времени в литературе появляется. Я очень рад, что здесь это тоже отмечено. Эволюция системы, естественно, технология со временем сильно прогрессировала, и правильно, что был взят в анализ материал за последние годы, когда уже технология вышла на высокий уровень, который позволяет в однородной более-менее группе больных провести достаточно объективный и достоверный анализ, что и было сделано. Как я уже сказал, статистически материалы собственного исследования очень компактно сделаны, но с большим смыслом внутри, если можно так сказать. То есть много времени, места для этого в работе не уделяется, но большие и очень хорошие выводы из этого делаются. И обсуждение результатов, и заключение. Вся квинтэссенция данной работы, которая выявила предикторы, выявила некоторые моменты, которые очень для нас были интересны. Это, в частности, вот сначала бросилось, тоже кто-то сказал, почему лактат 2 и 25, это, в общем, так сказать, не такой критический показатель, но он объективно был предиктором неблагоприятного исхода. Я для себя сделал такой вывод, что, в принципе, если адекватно перфузия проводится при полностью замещающей работу и сердце, и лёгких, то лактат должен быть нормальным. То есть это признак неадекватной перфузии по тем или иным причинам, которые также рассмотрены в данном исследовании. Если перфузия ткани неадекватна, это, естественно, так как лактат – это показатель тканевого дыхания в целом всего организма, а не отдельного органа, то здесь мы, так сказать, действительно, наверное, должны стремиться и, может быть, и подбирать режимы перфузии для того, чтобы полностью скомпенсировать. Даже, может быть, иногда, вот часто мы применяем, особенно у пациентов, которые практически в кардиогенном шоке находятся, когда мы поставим эту систему, мы делаем гиперкоррекцию. То есть заведомо высокую производительность как насоса, так и оксигенации крови для того, чтобы каким-то образом быстрее скомпенсировать ещё те обратимые повреждения, которые уже начали развиваться в органах и тканях человека. И тоже, наверное, не буду долго занимать Ваше внимание. Выводы абсолютно обоснованы. Они вытекают из тех, того детального статистического анализа, который был проведён, и тех, в общем-то, так сказать, некоторых оригинальных измышлений, объяснений, тех данных, которые он получил. Не чисто математически это всё обосновано, а именно основано на данных знаний под физиологией, организма, сердца и так далее и тому подобное. Поэтому я в своём отзыве написал и рекомендую теперь сейчас на защите, я рекомендую это издать в качестве как минимум методических рекомендаций, а лучше небольшого книжечки, пособия, которая бы помогла, в частности, молодым врачам, которые входят только в эту проблему, узнать много очень об этой методике, которая всё шире и шире сейчас внедряется в частью в нашей стране. Во всём мире она уже очень широко внедрена, но сейчас она у нас тоже имеет большое распространение и помогает спасать тех больных, которых ещё 15-20 лет назад мы, к сожалению, теряли. В заключение я хочу сказать, что дитератационная работа Бродского Алисия Георгиевича на тему экстракторпоральной мебранной оксигенации, хирургического лечения врождённых пороков сердца у моворожденных детей раннего возраста является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение значимой задачи для сердечно-сосудистой хирургии, это повышение результатов лечения пациентов ранних лет жизни с тяжёлыми врождёнными пороками сердца и при развитии различных осложнений в послеоперационном периоде. Работа полностью соответствует пункту 7 правительства Российской Федерации с дополнениями, и сам автор заслуживает, без словно, присуждение ему учёной степени звания кандидата медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Спасибо за внимание. И так, уже лирическое отступление. Я ещё раз говорю, что мне очень понравилась эта работа, я с удовольствием прочитал, я рекомендую ещё раз её всё-таки довести до более широкого круга читателей. Спасибо за внимание. Ваша настойчивость, я думаю, позволит нам это сделать. Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Пожалуйста, Алексей Георгиевич, у вас слово для ответа официальному оппоненту, такому доброму человеку. Дмитрий Валерьевич, большое спасибо за очень высокую оценку моей работы. Я вам очень благодарен за это. Ваши слова, я думаю, что направят меня на то, чтобы в будущем и дальше продолжать работать над этой очень интересной и очень нужной проблемой. Спасибо большое. Спасибо большое за достойный ответ. Следующий у нас выступает оппонентом, профессор Михаил Ромазович Чиурили. Глубоко уважаемый Илья Антоновича, учёного совета, диссертанты. Диссертанты. Я тоже хочу присоединиться к словам Дмитрия Валерьевича об оценке этой работы. Актуальность, конечно, не вызывает сомнений, в первую очередь, потому что это просто первая работа. Я сейчас здесь немножко общоговорилась, наверное, потому что, может, людей, конечно, интересует, но я всё-таки буду касаться более близкой темы, потому что всё-таки посвящено детям маленьким. Таких работ, может быть, я что-то пропустил, но, по-моему, если кто-то и занимается, кроме нашего центра в этой стране, наверное, вот Константин Валентинович говорил, там Новосибирск или нет, но, во всяком случае, работы не попадались, чисто научные по этой проблеме. И поэтому, учитывая последние тенденции вообще в плане защиты, и я знаю, что работа проверена на антиплагиат, но диссертант даже, наверное, если бы очень хотел, бы ему списать просто не у кого было свою работу. Поэтому работа, правда, очень хорошая, очень компактная, но настолько чёткая, значит. Вообще, конечно, эта методика, она, конечно, революцию унесла без преувеличения в нашу область, в область хирургии, и, в общем-то, последние годы, я уже достаточно долго работаю в этой области, могу сказать, ну, смертей на операционном столе нет практически. Но это, конечно, вопрос тоже очень важный. Почему? Потому что иногда, да, отсутствие смерти на операционном столе – это хорошо, но это может приводить и к дисквитации этого метода. Потому что основное, насколько я понимаю, и автор это тоже показал в своей работе, надо иметь чёткие показания для применения этого метода. Здесь даже вот Ренат Мурадыч задавал этот вопрос, потому что, если ты неадекватно скорригируешь порог, да, ты можешь, конечно, поддерживать организм ребёнка достаточно, ну, какое-то определённое время на экстракорпоральной мембранной акции, на ЭКМО, тешить себя, что больной не умер на столе, но это, в общем-то, малоэффективно. Поэтому основное всё-таки порог должен быть корректно скоррегирован, но бывают у нас такие пороки, бывают такие объёмные операции, когда, конечно, все получают миокард удар, и вот тут надо его поддержать. Несмотря на то, что, казалось бы, результаты, если так вот присматриваться, ну, 58 больных анализируется, из них, в общем-то, до конца выжило 14. Казалось бы, да, мало. Ну, 28 удалось. Снять цифр, там, ну, из клиники выписано с 14. Казалось бы, мало. Ну, нужно учитывать, во-первых, что это первый опыт. Я понимаю, это первый только опыт, таких работ будет всё больше и больше. Результаты, наверное, не ка улучшатся. И автор, правда, честно всё здесь показал, прекрасно иллюстрировано. Я уж не говорю о том, что статистически прекрасно она обработана, на современном уровне совершенно показаны предикторы, как благоприятного, так и неблагоприятного исхода. Ну, возможно, вот здесь он уже сам это говорил, конечно, показатели такие, как ЛАТАК, там 3,5, может, это немножко, конечно, очень такой низкий показатель, достаточно низкий. Но, во всяком случае, чётко показано, когда можно ожидать благоприятного исхода после применения этой методики. Я не буду повторяться. Первый оппонент уже, так как доформально всего, доложил по поводу работы. Я хочу поддержать эту работу. Она очень мне, правда, понравилась, полностью присоединяясь к тому, что, может быть, это, ну, опыт ещё только, наверное, я не знаю, конечно, наверное, для монографии ещё, может, рановато, но, во всяком случае, как практические рекомендации для людей, которые занимаются, а, наверное, скорее всего, этот метод, безусловно, с каждым годом будет всё больше распространяться, учитывая количество федеральных центров в нашей стране, и то, что эти федеральные центры все практически занимаются лечением пороков сердца врождённых, и этот метод там будет обязательно востребован. Но я тоже согласен, что, наверное, нужно это издать, может быть, в качестве брошюры такой, как бы, практических рекомендаций, и полностью присоединяясь к тому, что и работа, и автор, в общем, заслуживает вот этой эскурсии. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Алексей Георгиевич, вам слово для ответа. Михаил Романович, большое спасибо за такую же высокую оценку. Спасибо за то, что очень внимательно проанализировали мою работу. Большое спасибо. Коллеги, диспут открыт. Если желающие высказаться, пожалуйста, Алексей Георгиевич. Профессор Ким Алексеевич. Глубоко уважаемый Илья Антонович, глубоко уважаемый член учебного совета, диссертант, коллеги. Об актуальности этой проблемы говорили много, и, конечно, это первая работа, и мне посчастливилось быть председателем апробации. Я хочу сначала сказать вот о чем, что, конечно, этот метод, он состоит как бы из двух частей. Человек, который им занимается в совершенстве, должен владеть сначала техническими, во-первых, знаниями, потому что этот вопрос идет не только о, так скажем, использовании просто какой-то методики, которую вы научились. Здесь достаточно сложная техническая составляющая, потому что поддерживать в состоянии такую технику, которая позволяет тебе определять скорости, объемы перфузии и так далее, это довольно сложно. Вторая составляющая, которая здесь есть, это, конечно, лечебная или врачебная составляющая. Человек, который проводит экстракорпоральную мембрану, он должен понимать, для чего он ее проводит, и на каком основании, и зачем. Поэтому я вот хочу тут лично поддержать диссертанта как человека и профессионала. Вы сами слышали, он прекрасно владеет этой темой, он сам занимается таким сложным методом, и результаты были налицо. Значит, то, что я бы хотел выразить здесь, это прежде всего то, что была затронута очень такая сложная тема, это проблема новорожденных, детей первого года, при сложных врожденных порогах. Но я хочу сказать, что этот метод сегодня, конечно, развивается по другим показаниям. Это не только как спасение после операции. Сегодня мы прекрасно знаем, что существует центр ЭКМО, например. Существует эта методика, сегодня имеет расширение, вот сейчас здесь уже упоминались, при транспозиции магистральных артерий. Мы прекрасно понимаем, что если ребенок перешел определенный период, левый желудочек не справляется. Естественно, мы идем либо двухэтапным методом, либо переходим на гемодинамическую коррекцию и так далее. Но сегодня существует достаточно большой опыт за границей. Это американцы, это японцы, сейчас в Европе начинают применять. Есть случаи, когда детям за два месяца с транспозиции, с простой транспозицией, исходно идут на операцию, ставя вместо роликового насоса, сразу ставят насос от ЭКМО, соединяют его с оксигенатором, и не заканчивая искусственного кровообращения, к чему он привык, его вывозят в реанимацию, тем самым уменьшая с одной стороны негативные явления кровопотери, переключения и так далее, и ведут достаточно долго, чтобы натренировать этот желудочек, до полутора-двух месяцев, и снимают. И вот в частности, один из опытов таких, 35, по-моему, было сделано таких операций с новевой летальностью. По-моему, японцы печатали, сейчас не хочу, я найду эту статью, покажу. Значит, второй момент, который очень важен для новорожденных, мы должны понимать, что сегодня очень много рождается детей недоношенных, с малым очень весом. Пороки сердца у них также встречаются, им тоже нужно оказывать помощь. Зачастую, естественно, если недоношенный ребенок, маловесный ребенок, проблемы с легкими у них есть. Это неразвитые легкие, это несостоятельные легкие, инфицированные часто легкие и так далее. И вот метод Эхмот также применяется исходно, как профилактическое для операции. Поэтому он выполняется при операциях общего артериального ствола, выполняется при операциях тотального аномального дренажа и так далее. Весом детей менее двух килограмм. То есть, исходно зная, что вы его на вентиляции очень долго будете вести, если снимете с искусственного кровообращения. Поэтому также плавно переезжают из операционной на том же аппарате. И третий момент, который надо развивать, это больные, которые к нам поступают экстренно, с пороками сердца, уже на искусственной вентиляции легких. Понятно, что вы их даже после операции не снимете быстро, с искусственной вентиляции легких. А этот метод позволяет именно поддержать оксигенацию и создать благоприятные условия для восстановления легких и для восстановления сердца. Поэтому я думаю, что расширение границ применения, вот именно, как уже было сказано, не только в предоперационной подготовке, но именно в комплексном подходе лечения пациентов, прежде всего маловесных, менее двух килограмм, которые выполняются операции с искусственным кровообращением, планируются. Это дети, которые исходно находятся на искусственной вентиляции легких по состоянию легочной патологии. И, естественно, это дети, которым, как мы уже сказали, конечно, надо расширять границы, когда мы видим, что есть стагнация миокарда. Но тут, я думаю, вот в научном плане будет очень хорошо, если будут развиваться дополнительные методы, которые нам позволяют это делать. Это, скажем, та же биопсия экстренная и так далее, и так далее. Существует масса методов. В этом есть расширение. Ну и еще просто для статистики я могу сказать, почему это имеет очень большое значение именно сопутствующей патологии легких. Вот, например, по данным Американской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, значит, сочетание врожденного порога и патологии легких – это примерно четвертое, третье, четвертое место. По нашим данным, которые мы имеем в нашем институте, оно занимает первое место и доходит до 35-40%. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще желающие коллеги? Пожалуйста, Алина Васильевна Бачева, профессор. Вот она и скажет всю правду. Да-да, трепещите. Глубоко уважаемый Илья Антонович, коллеги, глубоко уважаемые оппоненты. Дело в том, что говорить об ЭКМУ можно сегодня часами, потому что не только сердечная недостаточность, но и гипоксимия, и дыхательная острая недостаточность, и хроническая, они сейчас привели умы врачей к тому, что можно или временно, либо на размышления, либо на то, чтобы дождаться трансплантацию не только сердца, но и легких, перейти на ЭКМУ. Но мы сегодня обсуждаем первые результаты, которых, как никто другой, интенсивные врачи, интенсивная терапия, ждали обобщить этот метод. И сегодня мы говорим о хирургическом ЭКМУ, которое помогает нам в послеоперационном периоде разобраться с больным, что же с ним произошло. И ни в коем случае не нужно думать о том, что вот такие, казалось бы, результаты 14, как сегодня нам сказал профессор Чуорелли, вроде бы не очень хорошие результаты. Это замечательный результат, потому что все 100% этих больных практически были обречены, потому что вся медикаментозная терапия была использована у этих малышей. И хочу еще раз сказать, бога ради, говорите правильно, новорожденные, рожденные ползать, летать не может, новорожденные. А если уж мы занимаемся ими, то их надо правильно называть. Так вот, с появлением маленьких оксигенаторов, маленького объема, вопросов меньше. Чего вы советы, что ли? Нет, вообще так, чтобы потом не стыдно было где-то выступать, как ленинградцы. Они так всех обрывают, поэтому извините меня, если я кого-то обидела, ну, не могу молчать. Так вот, все-таки вернемся к ЭКМУ. Леонид Анатольевич, в последнее время, вот, чтобы оправдать этот метод, чаще его, мне кажется, стали применять не для того, чтобы вывести больного из операционной, а чтобы помочь ему справиться с сердечной недостаточностью, не загубив его токсическими дозами кардиотоников, уже в реанимационном отделении. Поэтому, вот, мне кажется, что эта работа дала большой толчок к следующей работе, более такой рафинированной, потому что в первые сутки, совершенно верно, мы боимся кровотечения. Именно кровотечение дает в последующем вот этот большой процент осложнений. И на первом месте там стоит почечная недостаточность, которая в совокупности сердечной приводит полиорганы, которую разрешить уже не удается даже благодаря ЭКМО. И через 72 часа 80% всех, кто находился на ЭКМО, уже разрешают эту сердечную недостаточность. Если же этот процесс затягивается до двух недель и больше, вот у нас самый большой был процесс ЭКМО, 21 день, конечно, там уже сложно надеяться на хороший результат. Так вот, я почему вышла? Я хочу сказать, что следующий этап, это вот, что мне не хватило? Это нисколько не умаляет данную диссертацию, но вот кровотечение, какие параметры нужно придерживаться? Вот Алексей Иванович сказал, что нужно следить за этим. Приходит один человек, ему кажется, что достаточно осетиста, другой приходит говорить вместе, и начинается вот эта возня по понятиям. А нужен протокол. Причем протокол на базе наших данных, нашего материала. Когда нужно больного отключать? Должны быть четкие показатели. Когда нужно больному подключить? Ведь мы собираем консилиум, мы с профессором Шаталовым обсуждаем, иногда это час у нас проходит на то, чтобы принять это довольно тяжелое решение, что нужно перевести больного на ЭКМО. Чего боимся? Кровотечение. Вот если будет еще вот этот кусок обдуман, обработан, собран материал, мне кажется, вот тогда будет подготовлено хорошее металлическое пособие, и этот результат может просто на днях улучшиться значимо. И вы знаете ли, Антонович, очень приятно, когда ты видишь, приводят в реанимацию вот этого ребенка, который был на ЭКМО, которому процент выживания был очень-очень низкий, и он идет своими ногами, с букетом, это очень трогательно. Спасибо. Да. Спасибо большое, Галина Васильевна, за замечательные примеры, которые немножко скрашивают нашу жизнь. Коллеги, кто еще хочет высказаться по теме? Я хотел сказать два слова, тоже, поскольку имею какое-то отношение к этому. Конечно, у нас в проекте даже было, и мы еще не выбросили, создание центра ЭКМО в Москве. Но это другая тема. Мы говорим о новорожденных, фактически о детях грудного возраста, но в основном мы говорим о детях до первого года жизни. Это другая песня. В Соединенных Штатах Америки, которую я всегда ставил, и буду ставить, так же, как мой любимый учитель Владимир Владимирович Бураковский, на первое место в мире по достижениям в области специализированной медицины, единственный раздел аккредитации кардиохирурга на федеральном уровне это новорожденные дети с ворожденными пороками сердца. Новорожденные, да, Галина Васильевна? Новорожденные. Вот. И, ну, это совершенно понятно, понимаете, ну, надо об этом сказать. Если у ребенка вес 2,5 килограмма и у него циркулирует 250 миллилитров крови, а объем заполнения почти столько же, понятно, что как только вы включили аппарат, гемоглобина становится в два раза меньше, ткани начинают отекать, потому что никаких приспособителей механизмов пока еще не существует. и попробуйте потом из него вывести эту жидкость. И я вспоминаю, как, пардон за свой собственный опыт, мы снижали содержание гемоглобина у собачек в барокамере до 40 миллиграмм. И ничего, они нормально были. Ну, как тут мы поднимали их на, что называется, на поверхность, они тут же подыхали, в наши они отекали там и так далее. Вот это происходит с маленькими детьми, и все время это надо иметь в голове. Недлительность даже искусственного кровообращения. Можно подобрать режимы там, седатировать, выключить центральную регуляцию. Много всего можно сделать. А вот этот вот элемент, который связан прежде всего с гемодилюцией, который непрерывно продолжается, и которая ведет к кровотечению, разумеется, вот это вот ключевая проблема. И мы сегодня первый раз в стране слушаем диссертацию, которая посвящена такой теме. И опыту. Опыт, который мы накопили. Я думаю, что он бесценный для тех, кто этим будет интересоваться. Вообще, если говорить о монографиях, то как-то люди часто думают, что вот они написали диссертацию, и это монография. Ничего подобного. Вы, как скромный человек, я обращаюсь не к Алексею Георгиевичу, а к тому, кто пишет, вы, как скромный человек, конечно, не будете перегружать книгу своими результатами. Потому что, во-первых, это не скромно, во-вторых, это многим может быть неинтересно. В книге людей интересует мировой опыт, что происходит и так далее. Конечно, если вы скажете, что в Бакулевском центре, вот там, т-т-т, для тех, кто из Бакулевского центра, будет приятно. Но по большому счету, книги, монографии, руководство, они пишутся не на собственном опыт. Он нужен только для сравнения, чтобы показать, что мы достигли благодаря тому-тому. И, конечно, совершенно правильно, сказала Галина Васильевна, нужны стандарты. Нужны стандарты, нужен стандарт. Да, мы перестали оставлять больного на операционном столе. За последние, наверное, пять лет был один случай совсем недавно, когда мне позвонил профессор и сказал, я вынужден остановить искусственное кровообращение, потому что вот такая-такая ситуация, я с ним согласился. А так мы как? У нас есть ЭКМО, понимаешь, поместил на ЭКМО, но совершенно очевидно, что результата не будет, потому что есть повреждения, есть это, есть то. Но это все этапы роста. А если говорить о совсем маленьких, то это просто самое начало. И я считаю, что мы сегодня, те, кто слушали эту диссертацию, не зря потратили время, что это очень полезно. Вообще слушать работы молодых ученых, работающих в таких сложных разделах, как вот этот раздел. Это же на грани насилия над врачом. Я это искренне говорю. Проводить ЭКМО, заниматься ЭКМО и получать еще живых детей, новорожденных, это на грани насилия над собой. Потому что это очень трудно. Очень трудно. Поэтому я думаю, что, конечно, сегодняшняя защита, вот эта диссертация, это очень хороший пример того, что все-таки в Бакулевском центре существуют традиции, люди, которые сами себе выбрали работу, которая вот так вот выглядит, как насилие над самим собой. И 14 больных из 52. И правильно сказала Галина Васильевна? Даже если был бы один, один из 52 из этих всех обреченных, это был бы уже успех, это было бы имело уже значение. Я всегда вспоминаю, знаете, знаменитый рассказ, как Ирак Ирак Луарсавович, великий наш рассказчик, шел по улице слушать лекцию Блока. И встретил Блока. И Блок, значит, шел с буханкой хлеба, которую он получил за свою работу. И они так разговорились по дороге, что Ирак Луарсавович почти половину буханки у него это отщепнул, потому что он был очень голодный. Вот. И потом, когда они пришли в аудиторию, а в аудитории ни одного человека, потому что в февраль в Ленинграде жуткий мороз, маленькая комната, не топится. И я, говорит, ему говорю, что, ну, давайте не будем, вот мы с вами уже поговорили там, то есть он говорит, нет, говорит, вот буханочку хлеба, которую я получил, я ее должен отработать, говорит. И он, значит, там, 45 минут, по-моему, или час, не помню, вот найду, обязательно еще раз послушаю, потому что потрясающий рассказ. Рассказывал о серебряном периоде русской поэзии, участником которого он сам был там и так далее. И то же самое, можно сказать, про Алексея Георгиевича, понимаете, если быть честным в этом отношении. Поэтому я, например, очень благодарен нашим рецидентам, и официальным, и неофициальным, за поддержку этой работы. Вот, и сейчас вот Алексей Георгиевич может сказать слова благодарности, видимо, неофициальным оппонентам, и заключительное слово, пожалуйста. Спасибо большое за то, что я работаю в этом институте, за то, что позволили, доверили работать над такой тяжелой, но, безусловно, крайне интересной, крайне нужной проблемой. И хотел также так сказать, что вы совершенно правильно расставили акценты насчет той гемодилюции, которая развивается в процессе подключения от аппарата искусственного приобращения на контур ЭКМО. Как мне тоже видится, что в этом кроется одна из существенных проблем с выхаживанием этих детей. Сначала мы снижаем концентрацию гемоглобина, мы видим отечность тканей, как результатом чего являются и основные наши проблемы, это кровотечение и почечная недостаточность. Я хочу поблагодарить своего научного руководителя, Константину Валентиновичу Шаталову, за безмерное терпение, внимание к этой работе и ту колоссальную помощь, которую он мне оказывал в процессе написания. Я хочу также поблагодарить всех сотрудников отделения НХДРВ, которые также помогали мне при проведении данного исследования. Всех сотрудников нашего института. Спасибо большое. Большое спасибо. Предлагается счетная комиссия. Профессор Сегаев, Игорь Юрьевич, Виктор Евсеевич Маликов, Алексей Иванович Ким. Нет возражений? Отлично. Доверим? Приступаем к голосованию, коллеги. Коллеги, члены ученого совета, прошу не расходиться, у нас будет пятиминутное совещание, очень важное. Спасибо. отлично. Спасибо. 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 — Алло. — Да. — Нет, не право. — Да. — Легкий вопрос. — Ну? — Где-то такого-то. Ну и что? — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Нет, ну там безвыходное положение, правильно я понимаю? — Ну, конечно, надо оперировать. — Да, да, да. — Вы только не забудьте вовремя сделать его подринкурсацию. — Это так кажется. — С учетом инспекции. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — А, хорошо. — Слушай, люди думают, что ты мне взят куда-то... — Мы не знаем, что он не очень понравится. — Спасибо. — Спасибо. Мы закончим и поговорим очень аккуратно. А он предоставляется председателю счетной комиссии профессору Маликову Виктору Евсеевичу. Комиссия была избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Бродского Алексея Георгиевича, представлена в ССК ученой степени кандидата медицинских наук в специальности речесосудистая хирургия, присутствовало на заседании 16 членов Совета, в Рознобеллигене 16 оказалось в уровне 16, и по результатам подсчета голосов за 16 против и не действительных бюллетеней. Прошу утвердить результаты подсчета, кто против, воздержавшихся нет. Слово ученому секретарю для проекта заключения. Проанализировав материалы диссертационной работы, Совет отмечает, что на основании выполнен соискательный исследование разработано пути повышения эффективности процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации у новорожденных и детей раннего возраста с сердечно-легочной недостаточностью. Предложены преддикторы благоприятного исхода процедуры. Доказано, что вено-артериальная циркокорпоральная мембранная оксигенация является методом выбора. У этих больных введены критерии адекватно пролагирования в вено-артериальной перфузии. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны новые научные результаты теоретического характера. В первую очередь в отечественной литературе шли разносоронние анализы посредственных результатов. Применительно к проблематике диссертации результативно использованы современные методики проведения вспомогательного кровообращения. Изложены причины, ограничивающие эффективность экстракорпоральной мембранной оксигенации, раскрыты и изучены в взаимосвязи отдельных негативных предикторов и осложнений. Пройдена модернизация дизайна исследования, в результате чего были получены варианты многовариантной модели, позволяющие достоверно прогнозировать наступление анализированных событий. Значение полученных соискатом результатов исследования для практики подтверждает тем, что разработаны и внедрены результаты исследований научных положений с формулированной диссертацией, внедрены в клиническую практику и нашли применение в НССХ. Их можно рекомендовать для использования в клиническом практике в Центрах Вселенной Сосудистой Хирургии Российской Федерации. Определены уточненные показания и противопоказания проведения процедуры, созданы практические рекомендации, представленные алгоритмом заместительной почечной терапии. Оценка диссертации результатов исследована, выявила, что теория изложенной диссертации построена из веса проверяемых данных, согласившись с публикованным данным по тем диссертациям, идея базируется на основе обращенного мирового опыта. Личный вклад состоит в непосредственном участии во всех этапах сбора материала, обработке и анализе полученных результатов, личном участии в проведении процедур экстракорпоральной правильности гимнации. Автор принимал участие в подготовке всех основных публикаций и выступлений по выполнению на работе. Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, содержащую новое решение актуальной научной задачи. Выявление обоснования путей повышения эффективности процедуры экстракорпоральной вибральной оксигенации у нововожденных и детей раннего возраста, сердечно-легочный, достаточно имеющий большое значение для сердечно-сосудистой хирургии, в соответствии с критериям установленного положения в порядке присуждения ученых степеней. Диссертационный совет принял решение присудить Бродскому Алексею Георгиевичу ученую степень кандидата медицинских наук. Кто за, прошу проголосовать. Против, воздержавшихся нет. Поздравляем Алексея Георгиевича Бродский. Заслуженным успехом и желаем вам то же самое, что я говорил на предыдущей защите. Тема безграничная. Не задерживайтесь по дороге, читайте, пишите дальше. А мы будем вас поддерживать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ